Всем привет! Меня зовут Илья Яшин. На днях стало известно о гибели Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Его труп с перерезанным горлом обнаружили в камере Челябинского Централа. Официальная версия – самоубийство. По версии следствия, за решеткой Тесак решил чистосердечно признаться в нескольких убийствах, совершенных 13 лет назад. Утверждается, что в распоряжении силовиков есть подписанная Марцинкевичем явка с повинной и даже видеозапись признания. По таким обвинениям Тесаку грозило от 20 лет до пожизненного. Поверить в эту явку с повинной невозможно. Тесаку оставалось сидеть совсем немного. Уже в мае он мог выйти из колонии. И нас пытаются убедить, что за несколько месяцев до освобождения он вдруг добровольно решил наговорить себе на пожизненный тюремный срок. Вдруг осознал вину и не смог с этим жить? Да чушь собачья. Адвокат Тесака утверждает, что последние три месяца ему практически не давали встречаться с подзащитным. Все это время Тесака пытали и выбивали из него признание в убийствах. Я понятия не имею, совершал он их на самом деле или нет. Но совершенно очевидно, что явку с повинной ему оформили под давлением и пытками. В итоге Тесак покончил с собой, понимая, что на свободу он не выйдет никогда. Ну, либо ему помогли, инсценировав самоубийство. Российская тюрьма это ад. Тесак не первый и, к сожалению, не последний, кого она переживала и переварила. Мне кажется очень важным проанализировать путь Марцинкевича, который привел его к такому трагическому финалу. Как минимум для того, чтобы его смерть стала уроком для других людей. Чтобы никто не повторял его ошибку и не питал иллюзий по поводу того, что можно эту систему переиграть, играя по ее же правилам. Но давайте обо всем по порядку. Тесак стал относительно известен в 2008 году, когда пытался сорвать дебаты в московском клубе Белингва. Дебаты эти, кстати, вел Алексей Навальный. Группа парней во главе с Марцинкевичем ворвалась в зал, выкрикивая нацистские лозунги. Сам Марцинкевич орал, что будет убивать таджикских девочек, антифашистов и либералов. Спустя полгода за эти призывы Тесак был арестован по статье «Экстремизм» и получил свой первый тюремный срок. Кстати, кремлевская пропаганда утверждает, что именно я написал заявление на Тесака в полицию. Это неправда. Да, я был на этих дебатах в зрительном зале. В ходе следствия меня допрашивали как свидетеля. Но заявление я не писал, равно как и не участвовал в суде. Спустя два года Марцинкевич вышел на свободу, и жизнь его значительно изменилась. Ему надоел образ уличного скинхеда, он пытался найти свою нишу в публичной политике. И, судя по всему, помогали ему в этом новые друзья, связанные с властью. У меня нет сомнений, что освобождение Тесака в 2010 году стало результатом его договоренности с силовиками. Обеим сторонам сделки казалось, что они смогут эффективно друг друга использовать. Спецслужбам нужен был активный харизматичный деятель, который мог бы публично атаковать оппозицию. Тесак, в свою очередь, получил свободу, а также возможности для заработка и самореализации. До ареста Марцинкевич в основном гонял приезжих. Людей с нерусской внешностью избивали на улицах, в электричках, все это снимали на видео и использовали для пропаганды нацизма. Давай за Адольфо! За Адольфо! Ну, то есть практиковал самый маргинальный и примитивный вид нацизма. А вот после освобождения Тесак превратился в лицо своего рода гламурного нацизма. Его стали звать в эфиры федеральных каналов. Он завел дружбу с известными кремлевскими пропагандистами. По сути, превратился в признанного государством общественного деятеля. Понятно, что набрать популярность в России на идеях Гитлера было невозможно. Поэтому Тесаку выделили новую нишу. Он стал главным охотником на педофилов и торговцев курительными смесями. Вместе с соратниками Марцинкевич вычислял их через интернет, ловил и подвергал всяческим унижениям и издевательствам. Ролики с насилием и таким фирменным глумливым юмором Тесака набирали сотни тысяч просмотров. Целуй, пипиську. Целуй. Нет сомнений, что за ростом известности Тесака стояли кремлевские технологи. Без согласования наверху никто бы не пустил в эфир федеральных каналов скинхеда, который недавно вышел на свободу. Да и ролики с издевательствами, которые снимал Тесак, явно выходили за рамки закона, но силовики закрывали на это глаза. Почему? Да потому что Тесак выполнял свою часть сделки и помогал власти в борьбе с оппонентами Путина. В частности, он был участником проекта по дискредитации Координационного совета оппозиции, который был сформирован в 2012 году. Власть тогда пыталась избрать его состав заведомо маргинальных персонажей, вроде афериста Мавроди или жулика Лурье. Вот в этой кампании и оказался нацист Тесак, который при поддержке кремлевских медиа тоже пытался попасть в совет оппозиции. Год спустя, во время выборов мэра Москвы, он пытался лично атаковать Алексея Навального, который был зарегистрирован кандидатом. Он буквально бегал за Навальным по всей Москве, пытался попасть в его предвыборный штаб, причем его неизменно сопровождали камеры кремлевских телеканалов. Вроде бы все в жизни Тесака складывалось нормально. Он нашел свою нишу в политике, имел связи во власти и прикрытие от силовиков, снимал популярные видео, которые приносили ему неплохой доход, становился узнаваемым благодаря регулярным эфирам на ТВ. Но в 2013 году в Украине началась революция, которая изменила все. В центре Киева бушевал Майдан, и в первых рядах протестующих с милицией бились отряды правого сектора. Это движение украинских националистов вызвало настоящую истерику у российских властей. Пропаганда буквально захлебывалась, рассказывая про фашистов, которые совершают государственный переворот в соседней стране. И, судя по всему, в Кремле действительно поверили, что неонацисты тогда сыграли решающую роль. Поверили настолько, что здесь, в России, началась настоящая паранойя. С первых дней Майдана силовикам дали команду зачистить наше политическое поле от всего, что хотя бы отдаленно могло напоминать отечественный аналог правого сектора. За дело взялся отдел МВД по борьбе с экстремизмом, так называемый Центр Э. От него требовали решительных действий и оперативных отчетов. А кого проще всего поймать и отчитаться? Да тех, кто под рукой, кого вы покрываете и кто считает вас своей крышей. К тому времени у Тесака было уже полноценное политическое движение, сотни сторонников и сети отделений по всей стране. Ребята не скрывали своих радикальных взглядов, открыто восхищались Гитлером и ни от кого не прятались. Ну чем не правый сектор? Активисты Тесака привыкли устраивать сафари на своих врагов. Но вдруг все поменялось. Теперь уже силовики играли в сафари, где сторонники Марцинкевича оказались в роли загнанной дичи. Надо сказать, что полиция не просто устраивала облавы на собрании Тесака, но старалась делать это эффектно и явно получая удовольствие от происходящего. Например, в июне 2014 года ОМОН накрыл в Москве съезд движения «Реструкт», которое возглавлял Тесак. Когда участники собрались в зале, неожиданно погас свет. Через мгновение оперативники на всю мощь врубили трек «ОМОН» группы Продиджа. И под этот бодрый мотив в зал ворвались бойцы спецназа, которые положили всех молодых людей лицом в пол. К этому моменту сам Тесак уже был арестован. Он довольно быстро понял, что дело пахнет керосином, и сбежал из России на Карибские острова. Это его не спасло. Власти Кубы без вопросов выдали Марцинкевича российским властям, и он был в наручниках доставлен через океан прямо в столичное СИЗО. С тех пор на свободе Тесак не провел ни одного дня. Ему навешивали все новые и новые уголовные дела и увеличивали срок отсидки. Политическая система менялась. Гламурный нацизм властям больше был неинтересен. И никакой другой нише, кроме тюремной камеры, Тесаку не находилось. За решеткой Марцинкевич очевидно понял, насколько губительной оказалась его сделка с властью. Кремль умело использовал его в борьбе с оппозицией, но закатал в асфальт сразу, как только он перестал быть нужным. В тюрьме Тесак признал ошибкой войну с Навальным. В 2017 году он передал адвокату записку, текст которой был опубликован в соцсетях. Вот ее содержание. «Я считаю необходимым снять все претензии личного характера к Навальному и поддержать его протестную движуху. Никто другой сейчас не способен вывести людей на улицы. И никто другой не делает ничего отдаленно приближающегося к расследованиям ФБК». Максим Марцинкевич, 2017 год. Тесак, конечно, надеялся выйти на свободу. Но это совсем не входило в планы властей. Он яркий человек, который теперь уже вряд ли бы стал сотрудничать с администрацией. А вот создать дополнительное напряжение на улице вполне мог. Поэтому его начали ломать и раскручивать на новую уголовку. Понятно, что собрать реальные доказательства по делам 13-летней давности практически невозможно. Нужны признательные показания. На одной из последних встреч с защитником Марцинкевич успел сказать, что его буквально забивали молотками. И он никогда в жизни не испытывал такого ада. Показания из него, очевидно, выбили пытками. Именно об этой явке с повинной и говорил представитель Следственного комитета, комментируя смерть Марцинкевича. Тесака сломали пытками и унижениями. А в итоге либо убили, либо довели до самоубийства. Мораль же в этой истории такова. Во-первых, если вы занимаетесь оппозиционной политикой, независимо от ваших взглядов, никогда не сотрудничайте с полицией и спецслужбами. Даже если вам кажется, что вы умнее, талантливее и способны их переиграть, просто помните, что это невозможно. Эта система по сути своей хищник. Она допускает ваше существование только до тех пор, пока не проголодается. Но как только у ваших друзей из ФСБ или МВД появится аппетит, они прожуют и проглотят вас за новые звездочки на погонах из-за повышения по службе. Ну а во-вторых, история Тесака еще раз показала, что система исполнения наказаний в России – это филиал ада на земле. Комментируя гибель Марцинкевича, бывший узник болотного дела Алексей Полихович написал в Фейсбуке. «Ни одна гнида и мразь не заслуживает издевательств, которые случаются в российских тюрьмах. Ни одну гниду и мразь эти издевательства не способны исправить и сделать лучше. Лагерь, тюрьма – это только боль и расчеловечивание, для всех и для каждого, независимости от политических взглядов и высоты морали». Могу лишь подписаться под этими словами. Друзья, если вам было интересно это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться им в соцсетях. Не забудьте также подписаться на мой канал. И помните главное правило жизни в России – не верь, не бойся, не проси. С вами был Илья Яшин. До новых встреч.